Вы понимаете, прежде чем совершать великие поступки, чем можно гордиться, нужно иметь какую-то цель, какой-то проект. И Российская империя имела такие проекты. Ну, давайте вспомним, вот, геополитически первый наш крупный проект – Москва-Третий Рим. То есть мы стремились возглавить весь православный мир. Затем империя Петра. Мы построили империю, вот это все евразийское пространство, Абустоу-Ройле. Потом советский проект. Это же величайший проект, где мы нацеливались вообще весь мир переустроить на принципах социальной справедливости, гармонии и так далее. И мы достигали. Сегодня у России проекта нет. Проект, который задал Ельцин в 92-м году, встраивание в западное цивилизованное сообщество. Это не наш проект, это подчиненные. Мы должны ползти туда, чтобы нас там приняли и так далее. И первое – нет проекта, которым можно было бы гордиться. Нет проекта, значит, и стратегии четкой по реализации его нет. И в результате действительно я согласен с тем, что в России нечем гордиться. Но в России есть кем гордиться. Вы понимаете, вот люди талантливые проявляются и в музыке, и на телевидении, значит. И посмотрите, что делают наши ребята-солдаты, например, наши офицеры. Ну, я вот один из авторов, может быть, главный автор нашего броска на Приштин. Вы знаете, я когда приезжал, вот как ребята действовали там, ну, во мне до сих пор вот сидит восхищение, как они ставили на место и французам, и американцам. Наш рядовой солдат наголову стоял выше того же американского, там, бельгийского, французского офицера. Вот людьми можно гордиться, людьми отдельными, там, коллективами. Но страной, конечно, согласен, гордиться пока нечем.